Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Видеошопер. Это обзор Oppo Reno 11, аппарат, который поддерживает 5G, аппарат, который обладает скошенными по краям экраном, экран-водопадом. Сейчас таких очень мало. Ну, как всегда, расскажу плюсы, минусы и особенности, и мы начинаем. Первое, это внешний вид. Аппарат весит 186 грамм, учитывая его батарейку и диагональ экрана, это очень даже неплохо. Телефон хорошо сбалансирован, у него со всех сторон не очень большие рамки, а по бокам так вообще экран-водопадом. Лично мне решение такое нравится. Я не раз пользовался за эти годы такими экранами, и у меня никогда не было ложных нажатий. Удобно. Ощущение, что ты в руках просто держишь большой дисплей. Опять же, если он лежит просто даже на столе, вот этот переход, это смотрится неплохо очень. Но, к сожалению, или к счастью, кому как, кому-то эти экраны не нравятся. Сейчас очень мало кто производитель делает вот такие вот переходы на экранах с боков. Очень красиво на самом деле. По внешнему виду отмечу, что тут пластик, несмотря на то, что телефон не является бюджетником и даже смотрится хорошо. На мой взгляд, дизайн хороший, под мрамор, под камень сделан. У него пластиковая спинка и пластиковая рама. Под пластиковую раму, естественно, металлический алюминиевый каркас, но все-таки впечатление несколько смазывается для своей цены. Единственное, что хорошо, в комплекте идет хорошего качества уже бампер, который можете сразу на него надеть. И большой плюс еще то, что зарядка 67 Вт уже в комплекте. Молодцы, и кабель USB Type-C, естественно. Также на экран уже наклеена пленка, которую я не рекомендую снимать, потому что она достаточно хорошего качества. А вообще защитное стекло здесь фирменное Asashi. По внешнему виду еще отмечу то, что здесь по-настоящему громкие стереодинамики, они настолько высокого, не качества, а настолько высокой громкости выдают контент. Смотрите вы YouTube или музыку, что даже сложно их слушать на 100% громкости. Где-то там процентов под 80 делаешь, и это уже уровень дорогого флагмана. Если делаешь на максимальной громкости, мне кажется, высокие частоты преобладают. Но телефон при этом даже не дребезжит. Инженеры ОПА, конечно, поработали на союз. То есть динамики очень громкие. На всякий случай водозащиты здесь нет, под воду погружать его нельзя. Он для этого не предназначен. Ну и с внешним видом заканчиваем, переходим тогда к экрану. Экран диагональ 6,7 дюймов. Это некий стандарт уже много лет. Разрешение также стандартное. Это Full HD+. И частота обновлений, естественно, 120 Гц. AMOLED, естественно, экран. Пиковая яркость, правда, там в районе 1000 нит не так и много. Но на самом деле на мои глаза телефон неплохо раскален. Он будет читаться на солнце. Я даже удивился, что пиковая яркость такая. Я думал, что в эти деньги там будет 2000 нит. Но в любом случае это хороший экран. Он точно читается на летнем ярком солнце. Вполне. Да, флагманский дорогой аппарат будет стоить дороже. Там в 2-3 раза даже. Там яркость еще выше. Но этой яркости также будет хватать. По экрану у меня никаких вопросов не возникает. Экран хороший, сочный, приятный, с высокой частотой обновления. Также у меня не возникает вопросов к мощности, к процессору этого устройства. Потому что здесь Mediatek Diamond City 7050 по 6 нанометрам. Он прекрасно проходит трофлинг-тест без падений. И это радует. Потому что если вы рассматриваете этот телефон как игровой, конечно, можно и нужно на нем играть. Экран, повторюсь, достаточно хороший, хорошо отрабатывает. И процессор также способен подтянуть на настройках выше среднего. Конечно, это не флагман, но вы сможете запускать с комфортом PUBG Mobile, танки, например. Да многие игрушки пойдут на нем хорошо. И самое приятное, что система охлаждения здесь работает прилично. И процессор именно в меру мощный. Прямо идеальное сочетание на самом деле. Чаще всего я даже рекомендую покупать не флагманы, а предфлагманские устройства. Вот похожие на этот, грубо говоря. Где процессор будет достаточно мощным, но в то же время телефон не перегревается на максимальных настройках графики. Да, вы здесь не поставите там под 100% все эти прорисовки в игре, но вам хватит того, что вы видите на экране, будет хорошо. По камерам. На самом деле есть немножко компромиссы здесь, но в целом камеры неплохие. Давайте по порядку, коротко, но емко. Основная камера на 50 мегапикселей делает вполне хорошие фотографии. Вполне. Фотографии приятные. Можно делать двукратный зум практически без потери, с небольшим потерем, но в целом неплохо приближать пятикратный зум одной кнопкой. Фотографии хорошие. Единственное, чуть-чуть смазывается впечатление, если мы включаем широкоугольную камеру. Часто бывает в аппаратах не флагманских широкоугольная камера снимает несколько хуже. Но опять же, не сильно. Но я эту разницу вижу. Что касается фронтальной камеры, основная камера и портрет, можно делать вполне все хорошо. По видео есть нюансы. Если мы ставим 4К и 30 фпс, это максимальное качество, которое поддерживает этот аппарат. 4К и 30 фпс только на основную камеру. Широкоугольная будет уже 1080. На самом деле нормальная картинка, даже если смотреть на большом мониторе или даже телевизоре. Вполне. Единственный минус. Все-таки нужно очень медленно телефоны двигать, потому что стабилизация хромает. Мы можем включить усиленную стабилизацию, поставить 1080. Тогда стабилизация будет лучше, но качество видео будет хуже. Это на самом телефоне разглядеть сложно, но даже на мониторе свыше 20 дюймов это уже видно. Поэтому, если у вас такой телефон, в отпуске, например, либо что-то важное снимаете, ставьте 4К. Будет вам счастье. Хотите видеофон, но это все-таки нужно чуть доплатить. Тысяч плюс 10 и много телефонов будут, которые снимать будут прекрасно. Ну и в этом ценовом диапазоне, на самом деле, можно сказать, тот же Samsung Galaxy 55, грубо говоря, плюс-минус в цене, он снимает видео несколько лучше, если вам это важно. Но это я даже чуть-чуть пердираюсь, но я привык рассказывать вам максимально полно про фото и видео возможности. Про батарею я вскользь сказал, давайте более подробно. 5000 мАч это стандартная емкость батареи, в 2024 году даже. Только сейчас чуть-чуть некоторые бренды там повышают емкость, ставят чуть-чуть другой тип аккумулятора. Здесь обычный. 45 минут и полностью с нуля до 100% заряжает. Это высочайший показатель в этом ценном диапазоне. Очень круто. Редко бывает, те же китайцы делают зарядку еще больше, но тут уже несущественно. Прям на самом деле молодцы. В завершение, что могу сказать. Телефон неплохо сбалансирован. У него хороший, сочный, приятный экран. У него хороший процессор. Нормальная, хорошая батарейка с быстрой зарядкой для своей цены уже в комплекте. С хорошим комплектом. Как таковых минусов, ну, тут опять же, часть цены съедает изогнутый экран. Это всегда несколько дороже, как минимум на 20%, чем такой же телефон с обычным экраном. Здесь все-таки скругление по углам. Оно смотрится красиво, но это чуть дороже, чем обычный телефон. Он бы стоил, там, не знаю, на десятку дешевле, грубо говоря. Еще раз, хороший процессор. В целом нормальная камера со своими нюансами. Все в нем хорошо, если вас не пугает изогнутость телефона и то, что он пластиковый и не водостойкий. На этом сегодня все. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Также подписывайтесь на YouTube-канал VideoShopper. Ссылка под видео и на социальные сети. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением. Давид и команда VideoShopper. Счастливо, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!